Где вы смотрели интервью Собчак и Моргенштерна? Не знаю, многие, наверное, видели какие-то нарезки. Короче, видели, да, что у них такое было. Я не смотрел полностью интервью, видел нарезки, кусочки, мне попадались в тиктоке, и вот тут мне попался один кусочек, на котором я хотел бы заострить ваше внимание. Приятного просмотра. Да, в восторге от Мирона, я думаю, ты это знаешь, что ты это видел. Да-да-да, но он сделал охуительно. В том числе меня поразил Егор Крит, который вдруг стал говорить о том, что как классно Мирон тебя зацепил по поводу твоей нерукопожатности, что настоящие рэперы действительно считают тебя нерукопожатным, и он, мол, Егор Крит тоже. Вот я вариацию не смотрел. Да, ну мы это покажем. Йо, чувак, ты хочешь быть в респекте, понял, рукопожатым к старшакам, типа ко мне, понял, к уважаемым рэперам. Настоящие рэперы считают, а кто настоящие рэперы, интересно? Ну, видимо, Егор Крит, он себя тоже к этому причисляет. Ты, кстати, как в этом и был вопрос? Он мне рукужал, видимо, он не рэпер. Но ты его, насколько вот считаешь уважаемым рэпером, Егор Крит. Я тебе скажу так, мы просто, мы с Егором же какое-то время общались, сделали вместе песню, все было круто. А потом, я не знаю, что такого произошло, просто как-то вот мы перестали общаться. И знаешь, какую-то я непонятную обиду на него затаил, хуй пойми за что. Вот реально, сейчас я понимаю, что, скорее всего, я просто бухал все это время в Дубае и всем завидовал. Я думаю, блядь, а че он, сука, а ему можно, блядь, в России выступать. Ну, короче, суть вот в этом, в том, что есть вот такая вырезка с интервью. При том, что, знаете, я вот увиделся после того, как оно вышло. Мы что-то были где-то на съемках с моим менеджером. И мне менеджер мой говорит, типа, блин, вот смотрел интервью, там, Моргана Собчак. И был случай, там был момент, где как раз он про тебя говорил. А мне Морган записал кружки после этого интервью, где я еще раз там извинился. И еще раз вот сказал то же самое в целом, что и говорит здесь. В целом мы с ним нормально обсудили, так скажем, по телефону пожали руки. Все, все наши там недосказки были исчерпаны. Он просто сказал, что вот я там реально там сидел и что-то завидовал всем, на всех злился и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что, знаете, я в целом до вот этого интервью, наверное, как-то, ну, уважительно и очень хорошо относился к Ксении Собчак. И не думал, что она вместе со своей такой огромной большой командой, с большой подготовкой может заниматься вот такими низкими вещами. То есть, брать, провоцировать, говорить Моргену, что я что-то про него плохое сказал. Специально вырезать фразочку, чтобы она имела другой смысл. Дальше мы заходим вот сюда. На мою реакцию, что же там сказал Егор Крит? Слушаем. Чат, вы не поняли панч про коку и соду? Я говорю, я говорю, общаясь с чатом, и говорю, чат, вы не поняли панчлайн про коку и соду? Я просто вижу, что написали, типа, чё? Я не понял, чё? Что это значит? И начинаю объяснять людям, что значил панчлайн Оксимирона про коку и соду, смотрите. Нет. Но он имеет в виду, что... И говорю про Оксимирона, что он имеет в виду... Типа, ёу, чувак, ты хочешь быть в респекте, понял? Рукопожатым. К старшакам. Типа, ко мне, там, понял? К уважаемым, типа, рэперам. Они что делают? Ксения Собчак с своей командой вырезает фразочку, где я объясняю, что это панчлайн и что я имел в виду Оксимирон. И подносит это под таким соусом, что я говорю, типа, я пиздец рэпер, а кто ты такой, Морген? Ты не рукопожатый, чтобы быть таким пиздатом, чтобы там, типа, поиметь мой респект, ведь я такой охуеть рэпер из себя. Представляете, что они делают на такую огромную аудиторию, блядь? Я, если честно, с этой хуйни охуел и решил об этом сказать здесь, на Твиче, чтобы это везде разошлось. Сейчас донатик произойдет. Такая вот история произошла. Я подумал, что если мне мой менеджер говорит о том, что, блин, ну да, ты реально про него так говорил, я сижу и думаю, где я мог сказать плохо про Алишера. Я никогда про него не говорил плохо. И тем более в таком ключе. Она говорит, ну там твоя прям нарезка, ей со стрима. То есть даже Маша моя подумала, не смотрев мою вот эту реакцию, что я так сказал. В общем, я поэтому решил вам здесь, ну вот об этом сказать. Может быть, Ксению подставили, и это ее команда так ее подставила и предоставила ей вот такой вот момент. Но я в это, честно говоря, не верю. То есть не посмотреть, с чего начинается этот момент мой со стрима, но это глупо. Вот такая история. Дальше мне еще попала вот такая вот нарезочка. Многие обзорщики на этот диск были тогда в восторге от Мирона. Я думаю, ты это знаешь. Да, да, но он сделал охуительно. В том числе меня поразил Егор Крид, который вдруг стал говорить о том, что как классно Мирон тебя зацепил по поводу твоей нерукопожатности, что настоящие рэперы как бы действительно считают тебя нерукопожатным. И он, мол, Егор Крид тоже... Я в реакцию не смотрел. Я этого тоже не слышал, не согласен с Егором Кридом. Дело-то не в этом. То есть уважаемый сидит ресторатор, который сразу же верит Ксении Собчак. Даже не разбираясь в этом вопросе. Да, ну мы это пока... Не Егору Криду говорить про настоящее. Дальше. Уважаемый в прошлом ресторатор говорит, не Егору Криду говорить, что такое рэп. Человек, который неоднократно звал меня на Versus Battle. Человек, который звал меня за стол обсуждений с рекиев с Поперечным, когда у них был Versus, когда еще Versus был живой и был классный. Ресторатор сидит и говорит, не Егору Криду говорить, что такое рэп. Мне кажется, я тот человек, который... Во-первых, я не строю из себя рэпера, не строю из себя там поп-артиста и так далее. Я просто делаю музыку. Мне нравится жанр рэпа, хип-хопа. Но я считаю, что рэпер это не тот человек, который выглядит как рэпер. Рэпер это тот человек, который читает рэп. И все. Мне кажется, Melon Music давным-давно всем доказали. Даже тот же Toksis всем уже доказывает. Что не обязательно выглядеть как рэпер в понимании ресторатора. Я всем доказал на батле, которым я участвовал, всеми своими раундами, что я могу делать рэп, могу делать панчлайны. Я доказываю это неоднократно в своих треках, в альбоме в том же Pussy Boy. И здесь мне, честно говоря, неприятно смотреть на реакцию ресторатора, который жал мне руку, улыбался в глаза, взвал меня на свои проекты, который говорит не Егору Криду, так вот с подъебцой, а говорить что-то за рэп. Слушаем дальше. Ё, чувак, ты хочешь быть в респекте, понял? Рукопожатым? Понял. Старшакам, типа ко мне, понял? И тем более ресторатор, который знает, что такое декодинг, знает, что такое объяснение панчлайнов, который явно смотрит реакции и так далее. Но он же мог перед тем, как вот такую реакцию делать, тупую, смешную, подумать, блядь, реально Егор Крид сидит на стриме и говорит Алишеру, типа, блядь, ну ты не рукопожатый к таким рэперам, как я. Ну что у тебя должно быть в голове, чтобы ты реально поверил, что я буду сидеть и такую хуйню говорить? Бля, почему я этого не видел? Ёбаный рот, что? Егор Крид, старшак рэпа. Бля, почему я это не видел? Охуеть. То есть я должен сидеть и на полном серьезе говорить, я старшак рэпа. Это вообще фраза даже, блядь, ну. Настоящий рэпер, считай, а кто настоящий рэпер, интересно? Но, видимо, Егор Крид, он вся тоже. Егор Крид. Бля, никакого дизреспекта Криду, но Крид и рэп, это бля, как смешно. Вот, для ресторатора, дай бог ему всего хорошего, Крид и рэп, это бля, как смешно. И, наверное, есть такие же люди, для которых Егор Крид и рэп, это бля, как смешно. Но мне кажется, что эти люди не то, чтобы недалекие, не то, чтобы в каких-то узких рамках музыкальных для себя, чтобы так вот узко мыслить. Но мне, честно говоря, просто вся эта в целом ситуация, даже больше, мне без равенства, там, на комментарии ресторатора, но здесь я зашел в комментарии и просто, конченый, ну, искать текста, так воровать, так нагло, он говорит, блядь, от лица Мирона, угар, как же несправедливо, напиздели про Крида, ебать, спецом так вырезали, посмотрите, реально, Крид говорит от лица Оксимирона, так Крид говорил от лица Мирона, странно, что многие начали этот момент перевирать, Крид говорил от лица Мирона, типа, декодил, ну, типа... Это смешная история, реально, просто я в очередной раз удивляюсь, хотя люди не идиоты, но до сих пор люди вот так в интервью, которое посмотрело, скажите мне, которое посмотрело, сейчас скажу, 8 миллионов человек на такую огромную аудиторию, на такое большое хайповое интервью делать вот такое низкое, такую низкую хайповую тему, дабы нас еще раз рассорить и дабы сказать, какой, там, типа, я плохой или, там, посмеяться как-то и людей ввести в заблуждение. Алишеру, кстати, хочу сказать и выразить большой респект, что он вообще на это не повелся, не повелся на эту провокацию, спокойно отшутился, отреагировав тем, что, типа, блин, он же сам мне жал руку, значит, как бы он тоже не рэпер. Тут в этом плане ему респект за его реакцию на это интервью. Поэтому, чат, последний раз, когда я давал интервью, это был Юрий Дудь.